Добровольчество Чувашии ждет перезагрузка. Об этом говорили на заседании Совета по развитию добровольчества. Глава Чуваши Олег Николаев встретился с представителями волонтерских организаций Республики и обсудил с ними дальнейшее развитие этой сферы. Анна Давыдова продолжит. Первый и главный вопрос совещания — внедрение обучающих программ добровольчества студентов. В этом году ЧГУ имени Ульянова вошел в число 20 образовательных организаций России, в которых запустили пилотный проект, направленный на подготовку специалистов в сфере добровольчества. Участниками стали 46 студентов, обучающихся на дисциплинах менеджмента и государственное и муниципальное управление. В программе 16 лекционных, 16 практических занятий и самостоятельная работа. Мы предлагаем рекомендовать образовательным организациям высшего образования и профессионального образования ЧГУ внедрить данные образовательные модули. Надо посмотреть в полном объеме, либо в части, чтобы начать и попробовать это дело подготовить преподавателей. Идею внедрения программы в учебные заведения на заседании поддержали. Исполняющая обязанности министра образования и молодежной политики Алла Салаева отметила, что волонтерство тоже требует квалифицированного обучения. Руководитель ведомства высказалась за комплексный подход и качественный рывок в развитии добровольчества в республике. Необходимо обучить и самое главное закрепить. Почему такой рывок произошел? Потому что есть юристы и есть специалисты, которые помогают молодежи правильно формировать и правильно упаковывать те идеи, которые приносят пользу. Поэтому я думаю, мы подготовим, вам представим предложение и немножко перезагрузим историю добровольчества с учетом ректоров, с учетом руководителей СУЗов и с одной такой интересной идеологией поставим программу. Конечно, поддержим. Также Алла Салаева добавила, что нужно пересмотреть финансирование сферы добровольчества. Раньше на развитие волонтерства в республике выделяли 125 тысяч рублей в год. Очень важно, конечно же, иметь соответствующее финансирование, что я полностью поддерживаю. Конечно, за 125 тысяч даже организационные мероприятия по сегодняшним меркам не проведешь. Поэтому, конечно, это все надо делать и давайте мы системный план в ближайшее время выработаем. Также на заседании обсудили создание группы по работе с грантовыми проектами, которая поможет молодежи плотнее взаимодействовать с правительством при подготовке новых программ на конкурсы. В конце встречи лучших волонтеров наградили почетными медалями и благодарностями за активную деятельность. Анна Давыдова, Семен Антонов, Вести, Чувашия.